дару-дару с вами Мотопульсцира и сегодня речь пойдет о самом лучшем суперкаре до 10кк в МТА SSD Plant и как вы поняли это легендарный GTR на бушке он стоит около 6 и 3кк это я скажу очень 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 мало но он стоит около 7 единиц 7 миллионов точнее мой GTR непростой он первое в низмообвесе второе у него вложено около 20кк и он почти красный по деталькам блин одну детальку не получилось выбить за 20кк я его почти зафулил с ламбой такое не получилось такое не прошло ушло 50кк точнее 50 миллионов что в реале что в игре это топ машины за свои деньги когда она только 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 вышла она стоила около трех с половиной миллионов первого поколения есть мне не изменяет память сейчас стоит цена совсем другая стоила намного дороже но все же ей в реале не было конкурентов по цене качеству и скоростным характеристикам точнее давайте расскажу мощность у нее 570 лошадиных сил при 3.8 движке и до сотки она ехала 2.7 это пиздец если Bugatti Veyron в то время ехал 2.5 это 2.7 но Bugatti Veyron стоил в 10 раз дороже это просто пиздец что в реальной жизни что в ssd planet очень хорошо GTR ехал нюрбург ринг в то время и сейчас тоже неплохо едет за свою цену драк тоже у ней очень хороший в реальной нет не в реальность а точнее вон та она едет по максималке 420 км вроде бы если не изменяет памяти или 420 или 440 в реальной жизни она едет 300 км сейчас моя машина чуть чуть быстрее потому что она затюнена сейчас мы узнаем ее максималку прогрел не очень 487 486 вроде бы ну неплохо блин неплохо блин за свою цену этот топчик конечно он проигрывает Huracan но GTR стоит на бушке 6.3 Huracan 19.7 есть разница есть разница но моих настройках они одинаковы по запчастям по настройкам ну плюс минус одинаковы по чипам едут на 0.2 секунды разница реально 0.2 секунды всего с Huracan если GTR едет 6.8 здесь то Huracan есть 6.6 стабильно 6.5 на длинном драге а с вами был мотобостер это был небольшой рассказ про GTR всем пока всем удачи